Сегодня с нами на связи Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, начнем с темы, конечно же, когда Россия и Украина обменялись массовыми БПЛА-атаками по двум столицам, Киев атаковали ночью, а вот под Москвой и Москвой уже утром. Если, скажем так, для украинской стороны, для украинской столицы налеты дронов Камикадзе – это уже привычный такой кошмар, то массовая атака на ближние пригороды Москвы пока еще явление в этой войне совсем новое. Российская сторона таким ударом, в основном, я так понимаю, тестирует историчную ПВО. А вот главная цель атаки на Москву какая? Многие связывают это с более таким психологическим давлением. Добилась ли, по вашему мнению, Украина в данном случае результата? Ну, вы знаете, я бы поспорила со словом «обменялись», потому что все-таки Путин, ну, во-первых, Путин не только беспилотники посылает в Киев, и не только в Киев. Он массово обстреливает украинские города, и мы знаем чудовищные жертвы, как в Днепре, когда попадает гигантская ракета Х-22, которая, в принципе, не умеет летать правильно и начнена взрывчаткой. Или последний «Крылатый Искандер», который в том же Днепре прилетает в больницу. И, во-первых, «Крылатый Искандер» — это громадная ракета, а, во-вторых, «Крылатый Искандер» — это точная ракета. То есть она действительно летела в ту больницу, в которую прилетела. А, значит, даже шахиды, которыми Путин пользуется давно, они достаточно мощные несут на себе взрывчатку. Насколько я понимаю, вот этот вот Украджет-22, который прилетел в Москву, но он несет 2-3 килограмма взрывчатки, поэтому расценивать все-таки это как равноценный обмен не очень. Просто чисто с точки зрения ножа корректно. И к тому же у меня вопрос, куда летели украинские беспилотники, потому что не только у меня, но и у многих моих друзей, в том числе, которые живут на Рублевке. Есть серьезное подозрение, что они летели все-таки не в Москву, а именно большая часть летела на Рублевку. И более того, именно большая часть летела, если не по резиденции Путина, то по каким-то соседним объектам. Что просто в данном случае еще просто очень важно для понимания цели удара, потому что мне кажется, что все-таки главная часть этого удара была нанесена по паранойи Путина. И вот если представить себе, я еще раз повторяю, только представить себе, что Путин понял, что все его резиденции будут под угрозой, а у него резиденций, как известно, очень много. Вот какое количество ПВО понадобится для того, чтобы его защитить? И если это ПВО оттянуть с фронта, то окажется, откажет ли это какое-то воздействие на то, что происходит на фронте? Я не говорю, что окажет, но мне кажется, что с точки зрения украинского командования хуже не будет. Поэтому, да, и, конечно, видно, что действительно резиденции Путина и какие-то, видимо, окружающие вещи надежно защищены. Защищены не только ПВО, но и РЭБом, потому что, конечно, у меня такое полное ощущение, что там было то, что называется спуффинг, то есть это подмена координат GPS, потому что Укра-Джет летает тоже по координатам GPS, точно так же, как и Шахид. И, соответственно, вот оно думало, что в Сочи улетел и Геленджик. А что следовало ожидать? Ну, что для Путина, конечно, крайне неприятно. У меня ощущение, что, конечно, психологическая вещь, это очень важно, но мы имеем, знаете, не совсем правильную тенденцию сразу, так же, вот мы испытываем от чего-то определенные чувства. Да, там какая-то часть москвичей сейчас испытывает шок. Я знаю москвичей, которые мне говорят, мы совершенно не против. Просто вот я фиксирую. Я знаю. Просто я сегодня услышала это слово от москвичей. А мы не против. Но дело же не в тех людях, которые там сидят в кафе или сидят в больнице и испытывают шок. А единственный актор российской политики, главный актор российской политики, это Путин. И имеет, ну, сейчас уже и Пригожин, и некоторые другие, но имеет общаться в первую очередь смысл только с Путиным и воздействовать, пытаться только на Путина. Российская пропаганда вся на самом деле адресована на самом деле Путина. Он ее слышит и убеждается, что он действительно великий. Так вот, с моей точки зрения, три вещи это преследовало. Во-первых, действительно, попытку открыть второй фронт, ну или, если считать, с Белгородской областью, то третий. То есть показать Путину, что, ну, вот мы уже об этом, кажется, говорили я, вернее, в других эфирах говорила, что, в принципе, да, это странная ситуация, когда есть 700 метров незащищенной границы в Белгородской и Брянской областях, а у страны, которая ведет войну с другой страной, и Путин считает, что ничего с этой границей не случится, потому что через нее украинские войска не перейдут, потому что, типа, им не позволят американцы. Действительно, украинские войска не перейдут, но мы видим, что заложный или кто-то нашел способ обойти этот запрет. Точно так же, соответственно, Путин считает, что с ним ничего не случится. С ним на Рублевке ничего не случится. Ну, откровенно говоря, конечно, с ним ничего не случится, но я думаю, что сейчас ему неприятно. А второе, что мне кажется, вот очень важная вещь, вот когда этот дрон летел по куполу Сенатского дворца, то заметим, что российская пропаганда поспешила завершивать покушение на Путина. Что было очень смешно, потому что, ну, Путин совершенно точно не проводит время, вцепившись в купол Сенатского дворца и не сидеть там на шпиле. То есть это была явно демонстративная акция. Понятно, что когда летит по путинской резиденции, которая всем защищена и не прилетает, это тоже достаточно демонстративная акция. Но все-таки это акция, которая демонстрирует другое. Путин, мы за тобой лично будем охотиться. Мне кажется, что вот это вот очень сильный месседж, который был наверняка в сегодняшней истории и адресованным был лично Путину. Кроме того, есть еще несколько вещей, которые, как я уже сказала, я не знаю, насколько это попытка оттянуть российское ПВО с фронта, но учитывая паранойю Путина, попытка не будет. Но, собственно, наверное, если я что-то и упустила, может, по ходу дела вспомнил. Но, кстати, Путин, он же полдня молчал, а потом все-таки выступил и обещал отомстить нацистам. Его высказаний очень много разных, как он говорит всегда, что немые начинали эту войну. Но его выступление через полдня, потому что сначала говорил Песков, и многие, ага, Путин отмалчивается, так это в связи с того, что он побоялся все-таки показаться слабым? Это, кстати, еще важно, что он действительно выступил, потому что сначала все хихикали, а где обращение вождя к нации? Но вот вождь, нельзя сказать, что он обратился к нации, он что-то так это промямлил, застенчиво ковыряя ножкой. Ну, слушайте, мне это сложно комментировать. Они начали, они напали на Донбасс, потом, значит, мы отвечали. А вот теперь, ну, слушайте, когда человек, который энное количество времени обстреливает Украину ракетами и снес с лица земля Малиуполь, мы даже сейчас не будем говорить о Бахмуте и так далее, вот просто тупо там заведомо мирная вещь. Там Бахмут тоже заведомо мирная вещь, но мы понимаем, что большинство жителей из него уехали, и там уже виселись войска. Дом, театр в Мариуполе, где прятались дети. И когда этот человек там 110-й раз повторяет, что, оказывается, он наносит, я, наши слушатели, может, не знаю, что он сказал, он дословно сказал, вот пусть они не падают в обморок, а если они стоят, то пусть, пожалуйста, сядут. А он сказал, что мы, Россия, цитирую, наносим удары высокоточными ракетами только по уенным объектам. Я даже не знаю, как это комментировать. А типа, вот, значит, Украина опустилась до терроризма, обстреливают жилые дома дронами, в которых 2 килограмма взрывчатки. Ну, я не знаю, вы слышали это заявление о том, что на днях в Киеве был уничтожен центр принятия решения главного управления разведки. Ну, вот. Что-что? Что? Вот я как-то это... Простите, я не все тут слышала, у меня тут были какие-то свои проблемы, а это кто сказал и... Пардон, это с чем связано? Я себе просто подборку сделал, если не ошибаюсь, это Шойгу. Ну, у Шойгу там вообще такая... А, ну, так слушайте, ну, у него же там уже и боевые комары уничтожены, и биолаборатории разгромлены, и 1500 хаймерсов и так далее, и так далее. Ну, слушайте, комментировать Шойгу, это, я не знаю, почти как комментировать Жириновского. Ну, да, кстати, последнее заявление его было о том, что еще один комплекс Патриот в Киеве был уничтожен, сказал Шойгу. Знаете, у меня такое складывается впечатление, что и Патриот уничтожен, и половина ВСУ уничтожены. Еще контрнаступление не началось, а уже вот Шойгу такой победитель. Ну, вы знаете, там на самом деле то, что говорит Шойгу, то, что как бы у него все уничтожено, это еще не означает, что где-то действительно не были нанесены удары, потому что, ну, насколько я понимаю, какие-то удары, которые российские ракеты нанесли в Хмельницком, они действительно могли там чего-то набедокурить. Кстати, я хотел вас спросить по поводу еще некоторых заявлений. из последнего. Владимир Зеленский говорит, мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решение принято им, спасибо бригадам, которые к этому подготовились. Мы в последнее время видим то видео от Залужного, то обращение Буданова, теперь Владимир Зеленский. Это и есть уже симптомы, сигналы о том, что контрнаступление уже вот-вот оно начнется. Если даже по таким наблюдениям, я так понимаю, что и западное вооружение, поставки, они сейчас, мы не наблюдаем, что они приходят в Украину. Слушайте, ваша покорная слуга в субботу сказала, что наступление начнется вот-вот, и я могу честно, что называется, разоружиться перед партией, что я так полно ожидала, что оно начнется в понедельник или в воскресенье, потому что, ну, вы правильно перечисляете все признаки того, что все полностью подготовлено, и кашу же тоже нельзя переваривать, и лук тоже нельзя держать всегда натянутым. Все западные поставки, которые пришли, поставлены. Движение разведка боем прекратилось, то есть это значит, что все разведано. Все офицеры, которые были в отпуске, выехали к войскам. Даже залужный вроде бы выехал к войскам, ну, чтобы принимать решение непосредственно. Но это, я говорю, опять же, все это надо тоже как-то немножко отделить надо, потому что, опять же, то, что мне говорят мои источники, может быть, наоборот, дезинформацией. Но, тем не менее, вот это так, как я себе представляю существующее положение. Я не понимаю, чего ждать. Роман Связан говорит, что в течение недели, с ее точки зрения, наступление будет. Я теоретически могу представить себе два обстоятельства, при которых наступление можно отложить. Вернее, одно. Это, что пообещали в 16. Второе обстоятельство, о котором я говорю, но с более долей скепсиса, это, что российские ракеты, которые в последнее время действительно пытались выбить какие-то такие места, которые, с точки зрения генштаба российского, может в них содержаться оружие или может в них содержаться Су-24, который является носителем ракет Стормшеду, что куда-то в них они попали. И попали чувствительно, потому что раз в год и палка стреляет, и раз в год и российская ракета попадает. Но мне кажется, что в любом случае они не попали настолько, чтобы сорвать все наступление, потому что это за наступление, которое можно сорвать одним или двумя попаданиями даже очень большую ракету. Поэтому я могу сказать честно, может быть, если бы я понимала, что ждет украинское командование, я бы не непременно сказала. Но сейчас я могу честно сказать, что я не знаю. Но некоторые еще задаются вопросом, а может украинская сторона ожидает какого-то замеса внутреннего, что в свое время Буданова он вспоминал о Пригожине, о том, что он 80% говорит правды. И вот, кстати, после сегодняшней истории Пригожин тоже прокомментировал утреннюю атаку дронов по Москве. В опубликованном его пресс-службе аудиозаписи он прямо снова наехал на Минобороны из-за того, что в этом ведомстве допустили прилеты по столице РФ. И он говорит, что его не беспокоят прилеты по домам чиновников Минобороны Российской Федерации на Рублевке. Мол, пускай их дома пылают. А он якобы переживает за обычных людей, в окна которых врезаются беспилотники со взрывчатым веществом. И тут... Очень переживает. Прямо вот я вижу, как это... Слезы текут. Да, но очень интересно, в какую игру сейчас играет Пригожин. И многие поговорят, даже и Марк Фегин об этом говорил в своем общении с экспертами, о том, что, возможно, за Пригожиным стоят Ковальчуки и Кириенко. И вот намечается такая возня между своими. И поэтому контрнаступление пока оттягивается, чтобы понять, к чему это все ведет. Смотрите, тут просто несколько важных вещей надо констатировать, чтобы тоже не забыть по порядку. А первое, конечно, вот это заявление Пригожина по поводу беспилотников. Это замечательный пример того, что цели Пригожина давно переросли чисто тактические военные цели, потому что где Пригожина, где беспилотники. Вот когда он рассказывал о том, что Шойгу и Герасимов не дают снаряд, или когда он сказал, что я взял Бахмут, поэтому я из него ухожу, такой странной реляцией о взятии какого-то населенного пункта, я его взял, поэтому я из него ухожу. Вы представляете, как бы выглядела мировая история войн, если бы все полководцы, взяв какой-то населенный пункт, после этого из него уходили. Зачем так добрали? Вот, понятно, что я взял, я ухожу. Это в периоде означало, сейчас я понимаю, что будет ВСО наступать, поэтому я сохраню свои войска, которые являются, во-первых, гарантией моего статуса, во-вторых, гарантией того, что он этот статус преумножит. А когда Шойгу и Герасимов потеряют Бахмут, потому что начнется украинское контрнаступление, тогда Пригожин скажет, что нож в спину, армию предали, Россию предали. Ну, в общем, дальше читайте Майнкапф, там все сказано на эту тему по поводу 18-го года и Германии. Так вот, и еще раньше это можно было... Кстати говоря, вот сам факт того, что Пригожин спешно уходит из Бахмута, если опять это же неуловка военная, это тоже к вопросу о том, что наступление должно случиться вот-вот. А, кстати говоря, те 100 километров, на которые он отводит свои войска, это хороший показатель того, на какую глубину, как считает Пригожин, может быть украинский прорыв. Потому что, ну, зачем иначе отводить войска на берег Азовского моря, хотя, насколько я понимаю, там не очень большое количество подразделений пока отходит. Вроде бы даже и Минобороны не очень довольны, что Пригожин отходит и вроде бы пытается его не пускать. Но вот еще раз, да, если это какие-то невоенные хитрости, но это не похоже на военные хитрости. Но, с моей точки зрения, ждать, слушайте, ну, где военные, да, где заложные, и где какая-то гражданская смута внутри России, которая, во-первых, возникнет только после поражения Путина, Пригожин, собственно, все же это делает как раз в расчете на украинское наступление, предвидя какие-то следующие диспозиции, а, во-вторых, ну, как это вы все представляете, военное планирование, которое исходит, ну, это даже как бы только самые самые отчаянные аналитики, уткнув палец в небо, начинают рассуждать, ну, ты типа тут сейчас, Пригожин бросит вызов Путину, это пока даже не вилами на воде. Исходя из того, что происходит вилами на воде, да еще внутри такой костной системы, как нынешний Кремль, да, конечно, никто не планирует военных действий. Военные действия планируются очень просто. Вот у противника есть только, кто стоит там-то. Да, что нам нужно сделать, чтобы его вышибать. А то, что за Пригожиным стоит Кириенко и Ковальчук Кириев? Я вот лучше у Стаса Белковского спрошу, какие конкретно сейчас отношения у Пригожина с Ковальчуками, потому что у Ковальчуков и с Бегловым, например, неплохие отношения, а вроде бы, как мы знаем, что у Беглова с Пригожиным очень плохие. Но, насколько я понимаю, за Пригожным совершенно точно стоит часть ФСБ, которая, и часть различных других силовиков, которые просто потому, что мы наблюдали предыдущие много лет, там иногда это очень редко, иногда это почти не отличалось. Мы уже несколько раз вспоминали о Залужном. Я думаю, вы видели эту суперновость о том, что МВД России объявила в розыск и Валерия Залужного, и Сырского. И как-то уж не ввяжется, Юлия. И сенатора Грэма. Да, ну, там он уже ответил. Мы видели о том, что он призвал, так сказать, господин Путин вот только после вас в Гааге. Но вот по поводу Залужного как-то не вяжется, когда до этого мы с вами и с другими экспертами анализировали, что три недели ищут, и в России говорили о том, что Залужный ранен, Залужный убит, тем более. А тут объявили в розыск. Нет, ну, во-первых, объявление в розыск – это ответ на вот эти самые беспилотники. И понятно, что это будет не единственный путинский ответ, что я думаю, что Киев в этой ночью чего-то прилетит. Но проблема заключается в том, что Киев в этой ночью, и следующей ночью, и вообще там, поскольку все равно будет прилетать. Путин нарушил лестницу эскалации, ему на самом деле нечего ответить на то, что делают в СУ. Но приблизительно с того момента, когда прилетел дрон по кремлевскому куполу, в ответ прилетел кинжал, уленьшит патриот и банковую. И оказалось, что и патриот жив, и банковская, и банковая жива. И, соответственно, ну что следующее? Применять тактическое ядерное оружие, в ответ на беспилотники? Так себе. То есть я обращаю внимание, что у Путина нету хороших военных ответов, и поскольку у него нету хороших военных ответов, а мы, собственно, вообще на самом деле говорим о мелочи. Мы говорим о... Ну как, да, они пролетели 800 километров, но это беспилотник из пуха и перьев, начиненный двумя килограммами взрывчатки. А когда контрнаступление начнется, вот тут, что Путин будет отвечать, вот тут же интересно. Потому что тут как раз самое главное. Тут же не отделаешься объявлением заложенного в розыск. Тут надо отражать войска? Ну да. Вот, как... Ну, понимаете, что касается объявлений в розыск, то я бы все-таки еще вот с эстетической точки зрения заметила, что... Ну, есть два типа войны. Я это люблю повторять, но, извините, я это еще раз повторю. А одна типа войны, это когда ты рыцарски относишься к противнику, и даже если ты его побеждаешь, то ты говоришь, ну, противник у меня такой крутой, так он же хорошо воюет, но вот я его победил. А этот тип войны свойственен профессиональным военным. И, кстати, обратите внимание, что с того момента, когда Пригожин стал играть в профессионального военного, то вместо того, чтобы рассказывать про нацистов в Украине, он стал рассказывать, что украинская армия вторая в мире, но, правда, после Вагнера. Вот. Это тип войны, когда вы уважаете противника. Путин все время играл в другой тип войны, когда... Как бы вам сказать, вот с чем его можно сравнить? Вот монголы, когда они завоевывали пространство, они считали, что те люди, которых они еще не завоевали, они являются поданные монгольского хана по определению, а если они не соглашаются знать, то тем самым они совершают преступление. Ну, и, соответственно, как преступники, они погляжат поголовному истреблению. А вот Путин демонстрирует примерно такой тип мышления. Вот как это самое, как Савченко судили. То есть там те обвинения, которые предъявлялись Савченко, те обвинения, которые предъявлялись, помните, там моряки, которых задержали, которые пытались пройти, по-моему, под Крымским мостом. Я сейчас не помню, как это было в стихах, но там всегда вот было такое большое чувство стыда, что этот человек... Это пошло еще с 2008 года, когда российские войска вошли в Грузию, и прямо, я не помню насчет российского телевизора, потому что я его уже тогда не смотрела, но в печати, в видео, там совершенно серьезно говорила, а грузинские боевики? Какие нафиг грузинские боевики? Не говоря ни о чем другом, это грузинские регулярные войска. Обратите внимание, что они сейчас очень часто говорят украинские боевики. Ребята, вы в своем уме? Вот. И вот Путин, видимо, совершенно серьезно, мне кажется, что это реально является отражением внутреннего ощущения Путина, что все, кто ему противостоят, если они с ним не согласны, это преступники, это какие-то нехорошие люди. И это, конечно, понимаете, ну как вот сказать, мягче сказать, это медицинский диагноз. Вот этот медицинский диагноз, потому что, к сожалению, когда страна диктатура, то, что у диктатора на уме, то, что для индивидуального человека является безумие, в стране является руководством для действий Следственного комитета. Это просто смешно. А вот мне интересно, кстати уж, если на то пошло, по-моему, вот Александр I Наполеона не объявлял в розыск. Вот я не припомню, вот если так, это в истории человечества войны, ну вот за исключением, как я уже сказала, монгольских ханов, в которых, ну я не знаю, царь Дарий или царь Ксеркса финских военачальников объявляет в розыск. Так, это война, ты победи, что это за форма взаимодействия. То есть такое ощущение, что Путин перепутал заложенного с Ходорковским и думает, что Украину так же просто юридически ободрать как липку, как было просто забрать ЮКОС. Нет, вследствие нескольких некоторых деталей Украину отжать не так просто, как ЮКОС. Да, и вот если ты ведешь войну, то победа выражается не в том, что ты кого-то в розыск объявляешь. Путин попутал что-то там. Кстати, по поводу отжать, я не знаю, вы видели. Извините, но есть же еще лучше, можно не только объявить в розыск, можно еще предать анафеме, сжечь чучело, изготовить восковую скатую и сколоть иголками, принести в жертву черную собаку. Можно еще, я рекомендую Путину, а облететь, конечно, войска с иконой Троицы и так далее. Есть еще масса манипуляций, которые Путин не проделал, а может быть и проделал, и которые примерно так же эффективны, как объявление соброшенного розыска. Ну, это то же самое, как в Российской Федерации сейчас за съемку дронов будут арестовывать, насколько мне известно по информации. То есть, все, решение найдено, только это, я так понимаю. Именно какой-то противовоздушной обороны мы больше не увидим. Знаете, я бы еще все-таки хотел сказать, что вот решение арестовывать за съемку дронов умная, как, по-моему, написано у Солтыкова Чедрина, что умный горноначальник никогда не должен давать приказов, которые заведомо не смолнили. Вот у меня вопрос встречный. Как вы себе представляете вот это арест за съемку? Технически. Вот, извините, заходишь во Флорентийскую церковь, и там обязательно написано изнутри не фотографировать. И стоят туристы, извините, щелкают. И поскольку это не фото вспышка, то на самом деле никому от этого никакого вреда, кроме пользы. это я к тому, что, ну, ну, да, если там человек стоит возле Кремля и снимает этот дрон, то да. Но понимаете, какое дело? Дрон, он неизвестно, где пролетит. И даже товарищ главнокомандующий, даже товарищ постовой об этом не знает. Более того, если постовой видит, что летит дрон, он наверняка задирает голову ввысь и смотрит на дрон. Он не смотрит в этот момент, кто-то снимает дрон или нет. Поэтому, вот еще раз повторяю, с моей точки зрения, мы не увидим серьезного уменьшения количества видео с дронами. Но наиболее мне за сегодня понравилось, условно говоря, понравилось, как это объяснил, сейчас вам найду, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Есть такое. достойный, достойный, он просто метит в медведевые. Достойный человек, да. Послушаем, что он сказал. Внимание, студия. Он объяснение шикарное нашел о том, что у нас страна большая, и поэтому нашлась лазейка. Это по поводу атаки дронов. Объяснение. Ну, строго говоря, он действительно прав. Я более того, ему еще более грустную вещь скажу, что если есть 700 километров выше назначенной границы, а ведь дрон иногда может лететь и не через эти 700 километров, страшно сказать, например, через Беларусь может залететь, и что делать тогда? Так вот, да, 700 километров не закроешь с помощью ПВО. Это констатация факта. Так что вот система железный копол, она в принципе в России невозможна. Более того, я скажу печальную вещь, она по этой же причине невозможна и в Украине. Просто слишком большая граница. Ну, а еще одну интересность выдал и Песков. Говорит, это ответные действия киевского режима на наши эффективные удары. Журналисты указали Пескова на тот факт, что до объявления Путиным его так называемой спецоперации никто Москву и другие территории России не бомбил, на что пресс-секретарь Владимира Путина ответил. Ну, это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции. Такое чувство, что Пескову эта вся ситуация понравилась и он просит продолжать. нет, такое ощущение, что Пескову, слушайте, ну, им нечего говорить, кроме мантры, которые они уже давно произносят. Но я вас призываю просто немножко завершить обсуждение этой темы, потому что все-таки с точки зрения реальных военных событий это не такая большая тема. вот, скажем, та же самая тема почему еще нет наступления и когда будет наступление, согласитесь, это гораздо более важная вещь, потому что как только начнется подготовка к наступлению, как только в Storm Shadow вынесут остатки складов в Мелитополе и в Бердянске, ну, да, и тем более когда танки пойдут в прорыв, ну, согласитесь, мы просто забудем про эти дроны за исключением двух важных деталей. Если в ходе наступления или там после этих дронов не прилетит что-нибудь существенное в Киев, а, ну, просчитывая следующие шаги Путина, наверное, прилетит, и проблема заключается в том, что не только в Киев, и проблема заключается в том, что вот Роман Светан все время предупреждает не забывайте про Х-22, ракета, которая очень плохо сбивается, которая несет на себя гигантское количество взрывчатки, и понятно, что в Киев она не полетит, а если она полетит, она, скорее всего, будет там сбита патриотом, но другие-то города патриотов немного, а Х-22 у Путина как грязи, в том числе и тех, которые Украина передавала в свое время, в 90-х годах. Это ракета дура, но это ракета абсолютно страшная, а Путин разгневан, а Путин сучит ножками. И только в этом контексте последний вопрос к вам. Вы в начале нашего разговора сказали такую интересную вещь о том, что у москвичей шок. И вот интересно... Я сказала, что у москвичей шок. Я сказала, что насколько как у кого-то из москвичей вероятно шок. Вот я говорю, что у тех москвичей, с которыми беседовала я, первое, никакого шока не было, они говорили, а мы не против. Но это те москвичи, с которыми беседовала я. Понятно, что мои собеседники не являются репрезентативной полностью выборкой. Конечно, да. Но я в чему спрашиваю, потому что есть видео в социальных сетях, это трансляция Владимира Соловьева. О, ну слушайте, Соловьев не москвичей, Соловьев это Соловьев. Да, во время прямого эфира Соловьева как раз рядовые россияне, они поделились, так сказать, эмоциями в онлайн-чате программы, чем удивили телеведущего, который просто начал кричать в прямом эфире и обвинять россиян в отсутствии сочувствия к жителям Боровихи и Рублевки. Говорит, вам что нравится, это я так уже спокойно, но он там кричит по полной программе. Вам что нравится, что удар идет по Москве, вы еще начните украинцам аплодировать, чего вы так радуетесь, а на Рублевке что, не русские люди живут, что вы так радуетесь, что вы себя корежите, или у нас уже не единая страна и не единый народ, возмутился Соловьев. Так вот, я к чему вас спрашиваю, вот интересно, а почему появились такие сообщения, по вашему мнению, комментарии? Я не видела этих комментариев, поэтому не могу комментировать то, что я не видела, но могу сказать, что люди, которые говорили, а мы не против, живут на Рублевке. Спасибо за уточнение. Очень кратко, еще после Пригожина, после Соловьева, о новых планах от Кадырова. Также есть видео, где кадыровцы стоят и говорят, что мы должны захватить Кривой Рог, это будет равносильно захвату Киева. Я так понимаю, что, во-первых, кадыровцы продолжают снимать ТикТоки, и с другой стороны, я понимаю так, что Кривой Рог, он тоже у них в планах за три дня. Слушайте, ну я не знаю, что они, завтра они скажут, что мы хотим захватить Берлин, Гнолулу, колонию на Марсе основать. Ну, вопрос, а что, собственно, Кадыров захватил за, сколько, по-моему, 462 дня войны, 463 уже. Вот Пригожин, мы знаем, захватил Попасную, Северодонецк, Лисичанск и даже Бахмут. Ну, практически все, что захватило, действительно, захватила российская армия, захватил, на самом деле, и сейчас удерживает, захватил Пригожин. Мы знаем, что российская армия, тем не менее, захватила, ушла, но захватила Херсон, захватила Запорожскую АЭС. Я что-то, видимо, пропустила существенное за эти 462 дня. А что именно захватил Пригожин, если, конечно, не считать замечательное видео, на котором к нему приводят актера, играющего Зеленского. Этот актер подписывает якобы капитуляцию, причем капитуляцию перед Кадыровым, а не перед Путиным, что можно просто расценивать, ну, как еще один, кстати говоря, просто наглядное доказательство того, что Путин не может ничего приказать Кадырову, в том числе не может его приказать идти воевать. Потому что, ну, согласитесь, в общем-то, странно, что там кого угодно посылают воевать, там, Пригожина, ДНРовцев. Путин очень не хочет проводить мобилизацию. Это не хотелось проводить мобилизацию, а сейчас не хочется проводить дополнительную мобилизацию. Тем не менее, он ее провел. Кадыровцев он так и не смог послать воевать, не смог заставить. Но, зато, видимо, Кадыров очень хорошо понял, что можно отделаться тиктоками, про взятие Бастилии. Кратко к вам два вопроса еще. Первое, это говорит начальник генерального штаба Чехии. Существует вероятность войны между Россией и НАТО. По его словам, подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария. Также он отметил, что вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Североатлантическим альянсом. По вашему мнению, война России и НАТО это неизбежный сценарий или все-таки... Так, вы пропали? Или этот звук у вас пропал? Или это просто вы замолкли? Это я замолк. А, это вы замолкли. Хорошо. Смотрите, с точки зрения российской пропаганды Россия как раз и воюет с НАТО, с их тренированными боевыми воробьями и заколдованными нацистами типа Зеленского. В этом смысле, конечно, российская пропаганда попала в собственную ловушку, потому что, условно говоря, если представим себе мир, в котором Путину прилетают томогавки, ну, допустим, за то, что он применяет тактическое ядерное оружие, то российской пропаганде нечего вынуть из-за пояса, из-за широких штанин и показать, как это... Да, говорили, что вы ведь с НАТО. Ах, а вы не думали, что это всерьез? Ну, что называется, извините. Тем не менее, насколько я понимаю, вся политика НАТО последние, опять же, 463 дня, и даже до этого, заключается в том, что воюет за НАТО Украина, а НАТО только поставляет оружие и дает советы. Оружие поставляет неплохое, советы дает, судя по всему, тоже неплохие, потому что, как я понимаю, готовящееся наступление многократно отыграно в командно-штабных играх с теми же самыми американцами. Генерал Милли, когда он что-то говорит, он знает, что он говорит. Он изнутри знает. Соответственно, откровенно говоря, я не вижу никакого сценария по вовлечению в войну НАТО, за исключением сценария, когда Путин применяет тактическое ядерное оружие. После чего его войска на территории Украины выносят томогавками, а ему Балтийский и Черноморский флот выносят опять же томогавками, а ему самому прилетают по бункеру не ядерной, но высокоточной ракеты. Судя по всему, именно поэтому он тактическое ядерное оружие в частности не применяет. Я не думаю, что Путину хочется воевать с НАТО всерьез, потому что, знаете, он какой странный человек. Он, с одной стороны, искренне верит, что он уже воюет с НАТО и с боевыми комарами, а с другой стороны, согласитесь, что он все время точно так же искренне верит, что сейчас Запад устанет и заключит с ним перемирие. А как эти две абсолютно взаимопротиворчивые мысли, то есть вот если НАТО напало на него с боевыми комарами, то зачем же оно устанет, если оно вот давным-давно хотело Путина прикончить своим коварным генетическим и прочим оружием. Но тем не менее он верит и в то, и в другое. И вы знаете, как это часто, как вот люди, которые являются абсолютно социопатами и говорят какие-то совершенно невероятные вещи, они всегда очень точно знают, где проходит красная черта и как-то вот не собирается Путин делать так, чтобы действительно воевать с НАТО иначе, как на экране Первого канала. И напоследок, пытаясь, скажем так, найти партнеров в ситуации международной изоляции, глава МИД Сергей Лавров был вынужден отправиться в самую бедную страну Африки и всего мира. Видео посещения Бурунды опубликовали Кремлевские информационные агентства на опубликованных кадрах. Темнокожие люди с барабанами и босиком выплясывают прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома перед вышедшим из самолета Лавровым. Российские СМИ хвастаются, что их дипломат проведет встречи с руководством самой бедной страны мира. Знаете, я когда смотрел это видео, у меня такое сложилось впечатление, что его принимают как своего. Хорош. Ну, я могу высказать встречное предположение, что Лавров приехал в Африку, чтобы поделиться, чтобы там с ним поделились местными технологиями борьбы с коварными НАТО и прочими европейскими и белыми завоевателями. Я, например, могу сообщить господину Лаврову о бесценном опыте, который, скажем, имели духовные вожди Матабели. Вот у них был такой пророк, назывался Млима, который в свое время вел войну с белыми захватчиками и который при этом танцевал особый танец и, соответственно, рассказывал, что во время этого танца он обладает способностью превратить пули белых в воду, а их снаряды в скорлупки от орехов. Мне кажется, что наряду с технологиями, которые употребляет товарищ Путин, ну, вроде облета войск с иконой, вот технологии, которые могут предложить потомки Млима, они, во-первых, очень органично впишутся и, во-вторых, помогут ничуть не меньше. Это мне все напоминает, как говорил в свое время Патрушел, о спецоружии Российской Федерации, которого еще не видел мир. Но, в любом случае, конечно же, мы все будем анализировать. Юлия, я вам желаю хорошего дня и до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok